Экономические проблемы в Казахстане. Инфляция в стране набирает обороты. Экономист рассказал о причинах этой проблемы и предложил меры по ее устранению. Одним из важнейших инструментов борьбы с инфляцией является ключевая процентная ставка, которая действует как своего рода контррегулятор денежной массы. Как это работает? Банки принимают депозиты от физических и юридических лиц. Средства с депозитов и текущих счетов вкладываются в ссуды и ценные бумаги, а также в виде банкнот и вкладов. Со своей стороны, Нацбанк скупает избыточную ликвидность по базовой ставке за вычетом спреда и обеспечивает гарантированную ликвидность через государственные облигации по цене базовая ставка плюс спред. Процентная ставка – это денежное выражение. Когда банк увеличивает базовую ставку, стоимость заимствования увеличивается. И наоборот, с ростом кредитных ставок спрос на деньги падает, а вместе с ним и спрос в стране. Когда спрос увеличивается, предложение не следует сразу за спросом, что оказывает давление на цены, поскольку это необходимо компенсировать. В результате, когда инфляция высока, банк увеличивает ключевую процентную ставку, чтобы снизить спрос в стране, что влияет на инфляцию и наоборот. Почему инфляция в Казахстане остается высокой при высоких процентных ставках? Одной из причин являются субсидии и нерыночные кредитные программы, которые искажают эффект ключевой процентной ставки. Реальная процентная ставка многих программ ниже ключевой ставки, поэтому этот инструмент не является полностью функциональным. Кроме того, очень большая часть кредита тратится на покупку импортных товаров и услуг, что оказывает давление на обменный курс. Это влияет на инфляцию, поскольку девальвация ТНГ увеличивает стоимость импорта и таким образом ведет к инфляции. По мнению эксперта, субсидии – это искажение, которое приводит к инфляционному давлению. А значит, реальные субсидии перекладываются на плечи населения. Потребуются годы, чтобы поддержать низкие процентные ставки, сокращать субсидии, стандартизировать ключевые процентные ставки и снижать инфляцию. Падение инфляции приводит к снижению базовой ставки, что приводит к снижению стоимости денег. Это единственный способ добиться рыночных инструментов и устойчивого экономического роста. На днях Нацбанк заявил в своем заявлении, что годовая инфляция в июне 2021 года составила 7,9%. Впервые с 2009 года инфляция в летний месяц выросла на 1,1%. В то же время продовольственная инфляция выросла до 10,6%. Центральный банк Казахстана придерживается политики коридора инфляции. Только регулятор определяет естественный рост инфляции и принимает меры, чтобы не сбиться с курса. Президент Казахстана Касым Жомар-Такаев поставил цель снизить инфляцию до 3-4% к 2030 году. Нацбанк поставил перед собой цель к 2022 году удержать коридор инфляции на уровне 4-6% и довести инфляцию с нынешних 10,6% до минимум 6%.